Погнали! Вот это нам свезло шарику. Шарику свезло! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно было, конечно, на вот эту вершинку прийти, но я не верю, что она рабочая. Я верю, что вот это вот, сюда ветер более удачно дует. Ну и, собственно, все, что течет по долине, сюда упирается. Ну, мы сейчас вдоль этого склона пройдем. В принципе, видите, поднимает. Можно будет, наверное, даже встать на бор, а можно дальше отправиться, путешествовать. Вот, вот, дуга идет, облаков там везде полно, так что сможем нормально набрать и дальше. Вот, облако висит. В принципе, если применить какую-то упорность, упорство, то, наверное, можно выбраться выше. Но, как видите, у этого облака нет подошвы ярко выраженной. То есть такой вот поток на издыхание туда доходит. Примерно такой же, в котором мы сейчас добирали. То есть там уже полметра осталось. Не имеет смысла такой поток терзать. Вот наша долинка, по которой мы сюда пришли, с крики Магагей. Помните, как я летел? Вот, мне тоже было страшно. Но зато теперь высоко. Можем пройти перевал, который прямо по курсу. То есть, собственно, высота, которую мы сейчас набрали. Мне нужна была, чтобы пройти перевал. И не заниматься обходом вот этого вот отрога, который на... Ну, кстати, вот какой хороший поток. Который направо уходит. Ну, в принципе, видите, с этого ребра сходит термик. Сейчас я оцениваю, могу ли я закрутить на склон удаления. Да, могу. Скорость побольше. Я не могу. Не стал я закручивать. Страшно. Змейкой. Змейкой, друзья, менее эффективно. Но зато, знаете как, если у вас есть малейшее сомнение, можете вы закрутить на склон или не можете, лучше не закручивайте. Оно того точно не стоит. Вот сейчас у меня другая позиция. Я немножко дальше от склону, я уже выше. И теперь я, конечно, уже могу закрутить на склон. Опускаю нозду и у скорости. И вот смотрите, как это выглядит страшно. Ты несешься вот так на склон. О! Ух! Ну, зато мы берем здесь этот поток уже. Скорее всего, прям красиво. Сейчас уменьшил скорость. Вот мы фактически в ОВ-центр вписались. Мы можем продолжать набор. Но еще раз повторю, вот эта вот тема закрутка на склон должна быть абсолютно обоснована. Сейчас я, например, не буду уже закручивать, не чувствую я там энергии. Дело в том, что, чтобы закручивать вот в такой ситуации, нужно быть уверенным, что энергия между тобой и склоном есть. А вот она, видите, на самом деле поток сбоку вот здесь стоял. И чуйка меня моя не подвела. Вот. И когда закручиваешь, и оказывается, что между склоном и потоком, ну, вот и твоей позиции нет энергии, то ты крутишь, а у тебя минуса какие-то. Тебе приходится еще нос опускать на склон. Ну, и становится хуже и хуже. Вот, видите, мы уже над вершиной. Сейчас можно протянуть к вершине. Скорее всего, что поток стелется и сходит прямо вот здесь вот. Вот он вот. Не то, вот видите, над вершиной его нету. Немножечко все-таки дальше он от вершинки, вот с этой вот ложбинки сходит. Вот такие вещи, они, конечно, важны. Важных анализ. Каждый раз, когда летаешь, берешь поток и анализируешь. А почему так? А почему сяк? И потом к вам приходит чуйка. Вот что так можно делать, а так, наверное, нельзя. И летать становится все проще и проще. Какой хороший набор у нас, 3 метра в секунду. Это с учетом того, что мы недавно, как помните, 0,8 метра в секунду радовались, как дети, этому потоку. Вот облачко, которое нас подтягивает. Дохленькое. Видите, все облака дальше посерьезнее. Но, в принципе, я думаю, что имеет смысл в 3 метрах-то выскочить уже под кромку. И дальше лететь значительно быстрее, как в том же стиле, в котором мы летали в первые половины дня. Вот, друзья, высота. Высота – это свобода. Мы летим высоко, и нам сейчас хорошо. Наша следующая цель – пройти вдоль склонов к озеру Серпансон. Ну, вот так вот у скал можно мчаться, друзья. И мы сейчас включимся в плюсике. Вам вариометра не слышно, потому что шумит камера, которую я высунул на улицу. Но, поверьте, что... Оп. Сейчас поток зайдем. Ой, заберзла рука. Мне так снимать долго нельзя. Так кусочек вам для красоты. Ну и вот поточище. Мы здесь уже были. Как раз перед прыжком на экран. Сюда здесь был первый набор. Вы, наверное, даже начинаете узнавать места. Сейчас я вам покажу. Видите, вот этот вот лоб, с которым мы самый-самый первый поток в этом районе закрутили. Но к лобу мы не пойдем. Мы сейчас выше. Склон работает. Поэтому, как и тогда, по склончику чуть-чуть раз-раз-раз. И потом в какой-нибудь более сильный поток встанем. И наберем повыше. До облаков. Честно говоря, я рассчитывал, что склон работает получше. То есть я когда так лихо сюда шел, я думал, что сейчас мы тут раз и все. Ну, в принципе, вот оно почти так и есть. Но... Да, хотелось бы. Не, ладно, грех жаловать. Смотрите, стрелка на пяти метрах. Но кто-то будет жаловаться, что это не очень. Ну, опять вот эта наша прекрасная лождинка. Выдает нам энергию. О-о-о! Как жахнуло. Огонь! Закручиваю на склон. Ну, я сейчас высоко, поэтому могу закрутить. Ну, и продолжаю набор. Забросы сильные, но если не попасть в ядро потока, друзья, то от этих забросов толку меньше. Выгоднее быть в трех метрах, но постоянно, чем в пяти метрах иногда. И тогда будет скреподъемность еще меньше. Ну, вроде как мы чуть-чуть крутимся, все хорошо. Тихонечку продолжаем набор. До облаков, как вы видите, тут не так далеко, нам метров двести наковырять. Но можно идти дальше. Погода хорошая, сильная. Мы опять на коне, как говорится, и можем скакать дальше. Ну, кончился у нас набор. Попробую я вершинки протянуть. Где-то есть явная энергия. Явно есть энергия, и мы ее мажем. Вот сейчас вправо закручу. Ну-ка. О-о! О-о! Получше стало. Ну, опять выпал. Очень драный какой-то поток. То есть, то он есть, то его нет. Все это булькает. Сейчас попробую чуть-чуть к склону. Чуть к склону ближе. Сейчас нас на следующей спирали может над вершиной вынести. Да, знаете, как ближе к вершине повеселее, а? Ну-ка. Вытащит нас над вершиной и на следующей спирали. Давайте посмотрим. О-о! Поток-то сильный. Оп! Давайте попробуем. Ну, я над вершиной, не знаю, пройду, нет? Если что, я обойду. Вот, видите? О-о-о! Над вершиной проходить боюсь. По краешку. Оп! Ну, красиво. Ну, мы здесь зато в минусах. То есть, с той стороны поток остался. Ну, я сейчас чуть протяну в него. И вот уже следующий, конечно, мы уже над вершиной пройдем. Видите, как? Оп! Все, халява пошла. Вот, здесь поток уже успокоился. Со ровненьким. И мы уже лихо набираем. О-о-о! Вот это я понимаю. Ну, видите-ка, что самое обидное, что вот уже облако пошло. Вот, 4 метра в секунду. Когда мы, наконец-то, все раскрутили, больше-то уже и набирать не можем. Ну, на самом деле, это называется двойная кромка. Мы сейчас немножко протянем в долину. Видите, здесь до облака дальше. Немножечко отойдем от облака, которое над вершиной. Видите? Двойная кромка. То есть, тут уже облако. А перед ним, со стороны долины, можно набрать выше. И выше где-то еще метров 100, наверное. Ну, естественно, я набираю чуть-чуть. Вот у нас высота, скорость больше 4 метров в секунду. Грех не набрать. Ну, вот и здесь уже пошли космы. Ну, и что я делаю? Я через поток ныряю, заранее разгоняюсь. Вот. И наша цель, вот, склон. На нем следующее облако. И вся эта цепочка облаков нас выведет к озеру Сырпанцом. Погода бомба. Поэтому, я думаю, что озеро Сырпанцом мы будем генеть через 20. Погнали. Друзья, мы на следующем уже... Вот этой горке на следующей. Над ней облачко. Мы не будем здесь набирать высоту по спирали. Просто сейчас сделаем дельпина. Приготовься скорость до 150 сбросить. Правее немножко, правее. Какие красивые склоны. Вот она вершина. По прямой сейчас левее немножко. Приготовься сейчас, если будет подъем, сделаешь горку, свечку. Ручку на себя. 150 и 120. Быстро, 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 быстро. Оп. Ну, видишь, не угадали чуть-чуть. Для ничего страшного. Вот следующее облако. Тоже приготовься, как только пойдет подъем какой-нибудь. Будем делать дельфина. Ну, лети спокойненько. Слева продолжается, друзья, заповедник экран. Тут большой. Мы идем по краю, где его нет. Чуть под облако подверни. Якоб, ты пролетаешь мимо? Посмотрите, друзья. И смотрим, что у нас. У нас на озере Серпансон, похоже, идет дождь. Как вы видите, друзья, осадки. Снежные осадки. Поэтому, похоже, на Серпансон мы не пойдем. Вот такие дела. Потому что я в дождь не хочу. Сейчас будем думать, куда двинуть. Ну, наверное, тогда хорошая мысль это вернуться в сторону дома. И оттуда слетать, например, на заповедник Перкоров. Там тоже будет красиво и весело. Да. Вот, конечно, под дождь вот этот вот лететь не особо хочется. Прям реально снег, смотрите, ливневый. Хотя, смотрите, за линией осадков просвечивают холмы. Может, там что-то нормальное будет. Давайте попробуем пройдем этот ливневый снег. У нас сегодня день экспериментов. Почему бы и нет. Ну что ж. Итак, мы подлетели к зоне осадков. Пролетаем через сплошную зону снежных осадков. У нас справа от нас и слева от нас... Ну, слева и справа идет ливневый снег. Видите, какой? И впереди как-то все смотрится достаточно мрачно. Но я вижу, что по центру долины солнца. И, по крайней мере, мы на траверс озера Серпансон вполне можем выйти. А там будет видно. Вот такой вам вид красивый. Проход через снежную бурю. Я взял ручку. Посмотрим. Итак, друзья, мы показали вам озеро Серпансон. Вот оно с левой стороны. На нем светит солнце. Вот это вот облако впереди, оно рабочее. Склоны немножко тоже солнцем освещены. Из него не идет. С правой стороны идет снег. По центру снега нет. Налево тоже снега нет. Поэтому мы рассчитываем сейчас под этим облаком взять восходящий поток. И пройти дальше на юг. Чтобы обойти зону осадков. То есть мой план потом слетать в сторону дома. И перескочить там на запад. Наверху в заповедник еще слетать сегодня. Потому что, как вы видите, в сторону на восток, если лететь, то там сплошные зоны вот этих вот дождей, гроз и снегов. В общем-то, что сегодня обещали. Ну и вот он поток. Под этим облаком, как и обещалось. Вот они там. Ну не знаю, метра три будет. Мы в них встаем. Закрыл их на четыре. Я наберу сейчас кромочку. Ну и заодно покажу вам. Вот это в центре кадра. То, откуда мы прилетели. Там все хорошо. А здесь вот то. Где мы пытаемся высоту набрать. Такое вот мохнатое облако. Сам склон, видите, не очень-то рабочий. Он весь в тени. Ну и здесь что работает? Это вот воздух с долины. Вот с нижних склонов, освещенных солнцем, его сюда заносит и подздувает. Здесь надо все-таки набрать высоту полную. Потому что дальше... Дальше я, скорее всего, смогу набрать. Но, знаете, вот я если вдруг нет. И вот если я сейчас наберу немножко высоты, метров 200, то мне хватит, чтобы я спокойно слетал, обошел осадки. Габ город сейчас в центре кадра. Обошел Габ южнее. И спокойно слетал бы ближе к дому. Там осадков нет, по прогнозу. И дальше я бы пошел на заповедник Верхор. И там очень красиво можно полетать до Кошачьего Зуба, до Скалы. То есть получится такой потрясающий маршрут по красоте. Так что работаю, набираю высоту. Вот такой вот, друзья, интересный день получается. Мне нравится, мне весело. Я надеюсь, вам тоже. Тебе тоже? Я думаю, что и глубоко уважаемым любителям летных видов спорта тоже будет очень интересно. Пишите, как вам нравится, комментируйте. Потому что вот эти ваши комментарии, это обратная связь, которая вселяет в нас силу, оптимизм и желание что-то творить дальше. Так просто, был бы смысл так летать. Летать-то хочется, чтобы показать красоту. Это наша новая цель. Ну и научиться, конечно. Яков летает, чтобы научиться. Я летаю, чтобы его научить. Но наша еще одна из важных задач показать вам всю красоту этого полета. Да, Яков? А? Конечно. Ты готов делиться красотой полета с глубоко уважаемым любителем? Очень, не буду. Да. Видите, такая у нас славная команда. А мы, между тем, уже набрали кромку. Я думаю, что больше нам высоты не надо. И вот сейчас мы уходим по центру кадра. У вас висят облака над холмиками. Я думаю, мы где-нибудь там еще, может, что-то подберем. И потом сможем обойти зону осадков. Потому что справа зона... Вот если лететь в сторону дома, то нам вот фактически нужно через вот эту зону осадков прорываться. Но я не хочу. Я ее хочу обойти. Умный в гору не пойдет. Умный в гору обойдет. Ну что ж. Итак, друзья, как я и предполагал, над центром долины я нашел под облаком хороший поток. У нас здесь честные 2-2,5 метра в секунду. И тем мы спокойно набираем. Вот склон, где мы до этого набирали. Вот озеро Серпансон. Красивое. Освещенное, кстати, солнцем тоже. Но мы туда не пойдем. Нам туда не надо. И дорога открыта в сторону дома. В принципе, мы с такой высотой, как сейчас, можем напрямую через Гапрово, но через вот эту зону осадков. Даже будет весело это. Сейчас мы наберем кромочку и через Гап напрямую не будем обходить зону осадков. То есть, раз мы набрали здесь максимум, мы даже на аэродром сейчас приходим. Удаление 40 километров. Мы приходим на высоте 900 метров на аэродром сейчас. Так что там точно что-то возьмем. Замкнем маршрут на аэродром и полетим дальше, наверное, на запад, на заповедник Виркор. Красота. Вот какой набор веселый. Ух, песня. Песня. Все как по нотам. Полет как по нотам. Он не был без... Был с некоторыми огрехами. Ну, не за грехами, а приключениями. Но в целом все прям чики-пики. Друзья, мы набрали под кромку. Мы набрали под кромку. Видите, уже свисающие космы. Делаю крайние полувитка. И буду выходить. И решаю. У меня по центру кадра сейчас аэродром Гапа был. А я на город Гапа пойду. Практически через зону осадков. Ничего страшного. Сейчас запас высоты позволяет прям проскочить через зону осадков. Посмотрите, как это выглядит. Мы разгоняемся. И я по южному краю облака иду. Мне кажется, должно быть здесь хорошо. И наблюдаем, как оно выглядит. Вот по этой стороне я рассчитываю, что у меня не будет зоны низкодняков. А здесь, видите, валит прям снег со страшной силой. Вот мы летим мимо косм облачных. Ну, косм в смысле снежных. И шпарим нули. Вот, даже, смотрите, в наборе идем. Плюсики. Вот вдоль этого фактически ливневого фронта. Оп. И город Гапа у вас по центру кадра. Мы фактически сейчас над ним пролетим. Мне пока муть это мешает увидеть, что у нас там за перспективы впереди. Но я думаю, что радужные. Сейчас посмотрим. Так как Яков Верхор еще не видел, то я думаю, с удовольствием этот Верхор ему покажу. Ну и, как вы видите, мы летим в плюсах. То есть 150 мы летим в наборе вдоль вот этого вот ливневого фронта. Так что, видите, я бы идеально выбрал направление прохода в сторону дома мимо города Гап. Вот какой я молодец. Эгей! А что главное? Это смотреть, делать выводы, делать анализ. И вот этот анализ многократно повторенный закрепится в ногах. Тьфу, в ногах, в мозгах. И у вас потом разовьется чуйка. И вы будете чуять, куда летишь. Вот чуйка это самое вкусное. Вот город Гап. Для глубоко уважаемых любителей планерного спорта. Вот как он красив. Там, где много черепичных крыш, это исторический центр города. Очень красивый. Категорически рекомендую к посещению. Друзья, смотрите, как интересно по озеру ветер дует. Сейчас озеро в центре кадра подсвечено солнцем. И видно, как дует ветер. Барашки. Ветер показывают по озеру Южный. Ну, похоже на правду. У нас показывают, что он юго-западный. Ну, по озеру Южный. И мы летим на Пик-де-Бюр. В сторону дома тоже неплохая погода. Но нам туда не надо. Нам надо... Вот у нас по центру кадра далеко на горизонте заповедника Верхор. Мы туда хотим сейчас летать. И видно, что в районе Пик-де-Бюра хорошие облака. Много энергии. Тоже много теня. Но я думаю, что там что-нибудь найдем. Город Гап остался сзади. Мы его уже пролетели. Вот так мы быстро летаем. А часть маршрута у нас была вот самая первая горка, где мы набирали уже много раз перед прыжком на экран. Вот она вот. Вот там где-то. Дальше вот вдоль этой всей системы стенки мы быстро прошмыкнули. Дальше справа вот оно. Дай-ка ручечку. Вот оно там. Озеро Серпансон. Сзади где-то болтается. Вон оно видно в кадре. Да. И вот оттуда мы сейчас так вот летим в сторону Пик-де-Бюра. И дальше на горизонте за Пик-де-Бюром. Видите, там торчит в левую сторону такой склон, плата такая. Это вот заповедник Веркор. Нам туда надо. Мы подлетаем к Пик-де-Бюру. По дороге мы встретили целую ленту потоков. Вон как она выглядела. Яков ее отдельфинил. Очень прекрасная. Высота у нас сохраняется там 2,800. Вот набор перед началом перехода был 3,000. Мы всего лишь 200 метров потеряли от того момента, где крайний раз стояли спиралью. Это было в районе перед Гапом еще. Вот смотрите, слева немножечко снежок падает. То есть облака здесь переразвиты. Сейчас пролетим мимо нашего красавца Пик-де-Бюра. Ну а в сторону нашего аэродрома вот он перед крылом там в конце долинки. Ну мрачно, тенни какие-то. Туда мы не полетим. Делать нас там нечего. А вот по направлению нашего маршрута в сторону заповедника Веркор все красиво. Облачные гряды. Сейчас мы подвернем налево. Подворачивай налево. Видишь, облачная гряда идет. И сейчас прям по этой облачной гряде и дальше пошпарим. Прям идеально будет. Я не вижу сейчас смысла прижиматься к Пик-де-Бюру. Он весь в тени. Нету там энергии. А у нас облака вот прямо по курсу хорошие, такие плотные, насыщенные. Я чувствую, что там будет энергия. Поэтому мы идем под облаками игнорируя склон. Хотя вроде как на него ветерок дует. Но великого смысла туда делать крюк нету. Двигаемся под облаками. Сейчас основная энергия под ними. Итак, друзья, Яков оседлал солнечную наветренную сторону облачной гряды и уверенно движется по ней в сторону заповедника Веркор. Набирать, Яков, не надо. Дальше идем. Хотя нет. Слушай, 5 на 5 метрах стрелка. Да, давай-ка попробуем закрылочек на 4. Так, друзья, знаете как? Вроде ты идешь, думаешь, да не, зачем набирать? Но, кстати, к сожалению, вот часто набор, вот мы сейчас, да, попробовали набрать. И мы свалились вот этого потока. Он был кратковременный. Он был хороший. Мы его идеально цапнули. То есть мы взяли в нем энергию. И нам совершенно не обязательно было в нем крутить, потому что, скорее всего, дальше будет следующий. И мы сделали целую спираль вообще ни в чем. То есть вот, смотрите, вот только сейчас вышли на зону, где есть подъем. Я, конечно, сейчас протяну, могу попытаться этот поток концентрировать, но это будет просто потеря времени. Сейчас попробую, конечно, закрутить поуже. Тут уже, знаете, из принципиальных соображений. Но чуйка мне подсказывает, что большого выигрыша мы уже не получим. И мнелось мысль идти дальше. Ну, взяли мы 60 метров высоты, но с не очень высокой средней скороподъемностью. Поэтому, если бы у нас высоты не было, нам, например, нужна была бы. Такая вот тактика имела бы смысл. Но так как мы почти под кромкой, то это уже потеря времени. С другой стороны, я уже его отцентровал, пока трындел. И сейчас это уже вот уже вот как вот выглядит, отцентровал. Это уже намного вкуснее, чем было в самом начале. Но вот эта первая спираль, бестолковая, да и сейчас нас опять сбросила. Это все теряет общую скороподъемность. И когда вам нужно за летный день куда-то успеть, на таких вот наборах вы просто роняете скорость движения по маршруту. И в итоге там, например, в Африке не успеваете пройти ту же тысячу. А на соревнованиях вас обгоняют все соперники. Иногда спрашивают, а стоит ли любителям учиться летать быстро. Ну, друзья, летать быстро, это летать эффективно. Чем эффективнее вы листаете, тем больше вы успеете. И в сложной ситуации можете, извините, больше пользы вытащить. Это, по сути, эффективный полет, безусловно, увеличивает безопасность полетов. Поэтому учиться летать эффективно и быстро никогда не поздно и всегда полезно. Я, соответственно, всегда стараюсь своих учеников научить летать эффективно. Хотя, конечно, видите, какой из меня еще тот наборчик. Ну, вот за несколько спиралей набрали мы 274 метра. Ну, так. Могло быть и лучше. Ну, зато теперь мы под кромкой можем спарить. При высоте 3000 мы до Верхора доходим вообще без наборов. Вот эта скала, плата уже почти прямо по курсу. Мы туда долетаем без наборов высоты. Но у нас гряда, поэтому нас практически будет все время придерживать. Ну, пробуем. Летим. Итак, с левой стороны вот показываю крылом на наш аэродром. Вот он. Прошли минимум. Видите, там темень страшная, мрачная и противная. А вот с правой стороны наша цель. Перед крылом плата заповедника Верхора. Мы туда подворачиваем. Видите, туда идет цепочка облаков. И мы сейчас уже достаточно много пролетели от крайнего набора. Ну, сейчас покажу, что сзади осталось. Как она с крылом. Вот, видите, вот у нас пик-дебюр. Мы там цепочка облаков тоже прыг-прыг-прыг. Практически ничего не потеряем. В 3 800 у нас. Ой, 2 800 у нас метров. И видите, вот она работающие облака. Я спокойно дельфиде. У меня, в общем, даже и набирать-то некуда. Вот, кромка. То есть мы идем, не теряя высоты. В этом как раз и прелесть. Движение по облачным грядам. Тем, что можно лететь быстро. Практически не тратя время на набор спирали. Вот, впереди облако. Мы нас под ним придержат. И мы доскочим до платы Веркорского. Но даже сейчас мы доходим туда просто на долете. Пришли бы туда где-то на 2 200 метров. Итак, друзья, мы подлетаем к заповеднику Веркор. Замечательно летит мой ученик Яков. Он, видите, под кромочкой облаков идет. Сейчас подвернет к стенке Веркора. И мой план по стеночке Веркора пройти подальше на, уже получается, северо-запад. Потом, если высота позволит перескочить на восточную сторону и вы видите, там кошачий зуб скала. Если кошачий зуб скала открытый, на ней можно пошалить, то мы туда еще тоже слетаем. А пока, видите, пришли на высоте 2 400. Мы пришли на заповедник. Достаточно высоко. Но мы под кромкой облаков. Облаков близко. Подворачиваю направо, я как, прямо на стеночку. Над этим заповедником мы можем летать выше 300 метров. Ну, мы можем прямо сейчас над самим заповедником лететь. Высота у нас точно выше, чем 300 метров над грунтом. Вот такая вот красота вам, друзья, в ленту. Ну, вот, друзья, видите, прям подъем 5-ти метров. Убирай крен. И вдоль заповедника мы сейчас будем двигаться. Вот такой он, красивый, такой оплата. К сожалению, мы высоко. И вы всю эту красоту в полной мере не можете увидеть. Яков, отверни левее, там будет красивее. С левой стороны тоже красивая долина. В ней выращивают огромное количество грецких ореков. Мой план дойти до конца этого плата и перепрыгнуть, если по высоте я буду нормально проходить, то перепрыгнуть через плата на его восточную сторону к скале Кошачий Зуб. Друзья, я специально немножко в сторону отлетел, чтобы показать вам красоту Верхорского массива. И, смотрите, здесь есть одинокая такая скала прилепленная. Видите, она отделена от основного массива. О, сейчас мне сделаю кружочек, чтобы вы ее увидели получше. Вот такая вот красотища, посмотрите. Оп, видите? О, показал ее вам эту красоту. А мой план сейчас пролететь вдоль этой стеночки еще немножко и вот впереди облако взять на нем максимум высоты и перепрыгнуть через плата на 300 метрах к скале Кошачьи Зуба на той стороне у вас. Если не получится, придется в обход идти, в обход дольше. Сейчас посмотрим. Ну, я почти уверен, что здесь есть поток. Вот, смотрите, тут к бабке не ходи поток должен быть. Вот он. О! Ты пить к бабкам ходишь? Не, ну, как это? Как это? Погадать, к бабке не сходи есть выражение. Поэтому к бабке не ходи есть поток. Ну, вот, видишь, какой, ух, какой веселый. Прям огонь и не поток. Сейчас чуть-чуть нас выплюнуло. Продолжаем набор. Надо батарейку экономить, а то у нас только на Кошачий Зуб батарейки-то, в общем-то, и остается. Как обычно, все садится. Погода бомба! Контент! Огонь! Эгей! Набираем. Кайф. Кайф. В хорошем потоке набирать, это просто. А еще, представьте, над таким видом, таким красивым, над которым мы набираем сейчас. Просто праздник какой-то. Докарабкался, друзья, я до кромочки. Уже выше не получается. Но вопрос, и поток слабенький, там, полтора метра в секунду. Но мне сейчас очень нужна высота. Для чего она нужна? Чтобы я мог спокойно перепрыгнуть массив верхор на разрешенной высоте выше 300 метров над рельефом. Сейчас у меня выше 300 метров есть. Как видите, вот уже вот она, кромка облака. Все, выше уже набирать нельзя. и я спокойненько двигаюсь сейчас. Вот там есть понижение такое хитрое. Вот через это понижение я как раз, я сейчас еще немножко под облаками пройду. И вот по понижению я могу перепрыгнуть на другую сторону. Я так делал уже много раз. Поэтому примерно уже и высоты знаю все, которые нужны. И все нюансы. И сейчас я вам покажу цель нашего, зачем мы туда должны прыгать. Вот я еще какие-то остатки энергии цепляю. Вот она торчит. Красивая скала кошачий зуб. Я обязательно должен в этом полете вам ее показать. Ну и Якову естественно тоже. Неизвестно завтра будет погода или нет. Завтра дожди у нас. Поэтому до скалы мы должны долететь прям вот обязательно. Ну и смотрите я разгоняю с планера до скорости 150 экономичная. И мы идем на по... Видите здесь справа все повыше. А мы идем по такой... Не знаю сейчас опущу нос увидите. Видите такая впадина. Вот здесь явно выше 300 метров там мы ничего не нарушаем. Потому что нарушать мы не любим. Да? Мы же дисциплинированные пилоты. Кони огни, пилоты молнии. Ручку забирай и пилотирую на кошачий зуб. Ну и тем более видите надплата еще даже он встречается Яков встретил поток. Ну и впереди есть облака которые я с большой долей вероятности правее берег. Кошачий зуб правее Яков. Ты куда? Не сбивайся с курса. Вот так. Таким курсом да. Двигаемся к кошачьему зубу. Рыжей! Друзья посмотрите 340 метров прибор показывает и я на противоположной стороне уже системы не нарушил по высоте. Так что прям я молодец. И вот впереди облака я надеюсь над них нас придержат потому что нам нужно вот видите на что я рассчитывал вот оно и есть. Сейчас мы здесь или высоты наберем или просто пройдем вдоль этой кромочке вдоль стеночки сейчас нолики какие-то у нас дует ветер на эту стенку ну что неудивительно и мы нормально доскачем до скалы кошачий зуб. А летали мы сегодня вот вот видите перед крылом вся эта стенка на горизонте другая сторона долины мы по вот этой другой стороной долины я сейчас нос опущу чтобы вам лучше было видно вот мимо кошачьего зуба пришли вот там в темене впереди город Гренобль то есть мы фактически сейчас сделали вилку мы слетали в одну сторону и сейчас мы в принципе по этой стенке можем долететь до Гренобля и в другую сторону но я не уверен что я это буду делать ну хотя погода туда есть ну сколько-то слетаем просто уже вечереет домой пора на ужин у нас сегодня рулька пилоты когда летают они есть хотят особенно когда на кислороде ну видите тут лететь легко вон постоянно плюс вон здесь можно и стать набрать чтобы над кошачий зуб выйти повыше и немножечко над ним пошалить для вас вы знаете что мы как мой любимый кумер Карлсон говорят что у него чуть-чуть похож ну посмотрите похож или не похож ну мужчина в самом рассвете сил который любит немножечко пошалить мне кажется похож так что ну я должен соответствовать своему герою сейчас наберу немножечко пошалим друзья я набрал я набрал кромочку и поставить как удачно кошачий зуб освещен сейчас как раз для того чтобы мы могли на нем немножечко пошалить все разгоняю планер помчались кошачьему зубу я пока мы к нему подлетаем немножечко вам расскажу как вообще что это такое это скала я не знаю как она сформировалась виднее геологи скажут но ведь такая она одинокая красивая туда есть тропа тропа как раз по той стороне с которой мы сейчас этот кошачий зуб наблюдаем не знаю как-то она там какими-то змейками змейками туда веревками там веревки провешены то есть на самом деле вот по этой стороне можно на кошачий зуб забраться это прям реальная реальность и летом туда приезжает куча народу и сидит на этом кошачьем зубе свесив ножки немножко я окно открыл а то потеем откроем себя пожалуйста да ну и вот друзья как эта штука выглядит и вот здесь на вот этом камне переднем сидит народ свесив ножки вниз вот так вот прям представляете как красиво они а да вот такая вот штуковина да ну я сейчас проходик еще один вам сделаю такой оп и запомню что здесь есть восходящий поток потому что надо высоты будет набрать легкой разворот и смотрите я сейчас прям по краешку вот как тропинка по которой люди ходят смотрите вот она тропинка по которой люди ходят сейчас я пройду мимо стеночки смотрите где сидят свесив ножки вот они вот тут сидят свесив ножки вот так мы немножечко пошалили так и теперь моя задача найти восходящий поток чтобы отсюда так же красиво выбраться вот впереди облако я помню что здесь был поточек сейчас я его попробую взять ну-ка поточек вот он вот он вот он ну да что-то такое есть какой-то слабенький поточек я попробую сейчас с ним выкрутить ну а вы вот видите еще немножко наблюдаете ракурс этого кошачьего зуба насколько он у нас красив и многогранен так дохленько какое-то облачко пойду-ка я наверное по-другому домой все друзья на этой оптимистичной ноте мы отсюда улетаем у нас почти до лет домой всего 200 метров нужно набрать я пойду над этими горочками горошечками прыг-дак-прыг скок-дак-скок в сторону дома сейчас посмотрим что с этого выйдет все закончилось благополучно мы взяли поток от кошачьего зуба прошли вдоль скальничков немножечко и видите хорошие скальнички несмотря на то что они в темноте но какие-то крохи энергии здесь еще остались мы стоим в метровом потоке ну вот как это выглядит метр в секунду и благополучно добираем высоту чтобы вернуться домой нам нужно набрать еще сейчас скажу сколько 194 метра нам нужно вот навигационная система показывает что до дома нужно 203 метра не хватает 43 километра до дома 200 метров здесь я наберу 100% ну и на самом деле можно было бы идти домой и так по дороге где-нибудь подобрать но я люблю вообще обычно надолет набрать и уже летишь себе балдеешь особо ни о чем не думаешь наслаждаешься природой а второй момент что если мы наберем чуть повыше я бы еще раз западной верхорской стенкой прошел сейчас бы еще раз перелетел перелетел заповедник верхор на западную сторону и там намного все красивее ну и сама стеночка я очень люблю по ней летать видите на ней там солнышко побольше и так далее ну нам надо набрать высоты чтобы высоко пройти безопасно вот эта плата ну вот сижу медленно но уверенно набираю друзья нас там поднимает со страшной силой но мы набирать больше высоту не будем хочу пройти по западной стенке верхор мы перепрыгнули заповедник и сейчас немножко снизились для того чтобы идти по рельефу мне нравится скакать по рельефу и поэтому я хочу вам этот рельеф показать я на 200 км в час сейчас лечу по вот этой стеночке ой ну конечно потряхивать тоже изрядно ой 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 хоть тормоза воздушные выпускай ой друзья ну проблема в том что на скорости высокая турбулентность планер качается страшной силой поэтому иду как могу по краю заповедничка красивенько ой сейчас поднимусь повыше чтобы каждую скалу вам красиво показать о смотрите оп как они мимо пролетают вот это сейчас сейчас где-то внизу будет эта скала которая прилепленная если получится я вам тоже ее покажу видите здесь скалы уже неосвещенные пошли но мне кажется от этого не менее красивые оп где там эта скала прилепленная где-то впереди должна быть друзья о вот она смотрите сейчас я постараюсь рядышком с ней пройти держите ее видимости оп оп она вот она прям сейчас рядышком с верхушечкой пройдем вот они красавицы вау сейчас я ее прям как пройду буду вам назад ее показывать смотрите видна ну а я сейчас бросил скорость соответственно видите как поднялся высоко сразу вот я обожаю веркорскую систему мы сейчас по самому краю заповедника идем нас поднимает постоянно бездная энергия и я особо не заботюсь о долете домой потому что ну энергии столько что мы без набора высоты сейчас вдоль этой стенки идем не теряя высоту и эть да что ж какой как же тянет так сильно пятиметровый везде я не хочу вверх я хочу вам пониже показать все это видите как пониже красивее все может порточку открыть вот 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 скалы шикарные скалы какие то пещеры еще видите вот и я сейчас вам друзья еще покажу конец цивилизации как я это называю у нас видите продолжает переть со страшной силой сейчас я оп вот видите там домики с левой стороны озеро и два домика вот это место я называю конец цивилизации и смотрите как там весело жить есть еще дырка провал в скале сейчас я сброшу скорость чтобы максимально над заповедником быть и не нарушить ничего сейчас я пролечу над этой дыркой а вы можете заглянуть внутрь вниз что там в этой дырке есть вот здесь такой провал прям видите дырка она снегом сейчас засыпана во дырка дырка так я уже не перелечу на противоположную сторону сейчас я буду здесь минусах отгребать зато вот вам вид на другую сторону веркора дырку мы вам показали отверстие не дырку отверстие это круглая а это была дырка в землю и вот северная сторона ой точнее восточная сейчас какие кстати елочки красивые по восточной стороне тоже я кстати здесь редко летаю по этой стороне потому что здесь нету энергии но зато видите можно сейчас лететь и нас при этом не подымает в данном случае это не так и плохо видишь себе спокойно вот но высота у нас сейчас такая опять же пресловутый 200 метров нам не хватает я мог бы сейчас пойти направо эти облака и там набрать наверное я так и сделаю здесь я сейчас подворачиваю по краешку оп и вот я впереди под облаками встану в набор оп вы скажете а зачем же ты волков ой такой глупый мог же набрать высоту раньше но тогда я вам не показал всю красоту этой системы видите мы облетели вокруг этой штуку и я сейчас становлюсь в набор вот мне осталось 50 метров набрать представляете как быстро мы набираем и я дома хитрый а где он коршуны друзья атакуют нас мы набрали над заповедником веркор рядом с ним максимум высоты 2400 2500 наберем нам уже полкилометра как хватает чтобы вернуться домой но мы полетим спокойно не спеша Яков опять же попилотирует поэтому я здесь поток больно хороший до 4 метров в секунду поэтому грех в нем не набрать кромочку тем более что мы почти уже под этой кромочкой просто красота какая-то полная вот такой но это заключительный набор полета друзья то есть дальше что нам осталось по прямой долететь до аэродрома до которого сейчас 33 километра и зайти на посадку так что вот такой был полет я думаю надеюсь вам понравилось пишу я уже с телефона потому что только что разрядилась окончательная гопро да и вот мы уже на кромка пикируем вниз и курс на аэродром вот держи Яков ручку заберу вот такой друзья замечательный полет мне очень понравилось прям не день а сказка при этом это все мы сделали за четыре с половиной часа сейчас долетим пока пять часов получается из полета все видите как можно успеть много вальпов за пять часов Яков тебе понравилось? налево посмотри налево помаши с уважаемым любителем планера спорта да я думаю что ты должен быть сегодня счастлив да очень счастлив я видел что даже не думал да главное что иногда видишь то что даже не можешь себе представить это вот самое вкусное так друзья вот наша долина до нее осталось 20 километров мы сейчас подворачиваем строго на нее подворачиваем направо яков яков филозирует наш борт и мчится в сторону дома впереди тени везде я думаю что данный сегодня хватит яков тебе хватит на сегодня да к вопросу можно ли было летать да видите справа гряды облаков можно было еще как минимум час держаться в воздухе но у нас получился красивый плоткий полет с хорошей высокой скоростью весь экипаж доволен я очень доволен очень поэтому все довольны так что мы идем на посадку друзья одна из причин по которой мы идем на посадку я замерз обычно у нас обычно у нас кабине тепло потому что светит солнце и мы как в парнике а сейчас слишком много облачности но под сплошной пеленой и вот реально сейчас кабине холодно то есть у меня уже нот и лапы замерзли и нижние лапы тоже а нижние лапы видите у меня специальном таком чунев такой голень у меня не мерзнет а вот стопа мерзнет ну вот я сейчас вот вы можете видеть замерзшего меня поэтому я очень хочу быстрее на землю я не уверен что там будет сильно теплее потому что пасмурно везде ну по крайней мере чеклим планер и помчимся скорее выпить рюмочку кальвадоса и топить теплый кальмин и снять рульку сколько перспектив вечером сплошные перспективки итак мы прибыли на домашний аэродром высота у нас над аэродромом еще 500 метров лишних мы привезли хотя полили эту высоту нещадно это нормально лучше прилететь немножко выше чем нужно чем немножко ниже чем нужно у нас ветер дует северо-западный скорость ветра где-то километров наверное под 18-20 в час опять мы будем садиться по ветру ничего в этом страшного нету друзья при таком слабом ветре проще приземляться по ветру и подъехать к собственному прицепу домику как вы наблюдаете его чем садиться против ветра и тащить потом планер весить все это поле и тем более повторю что ветер не сильный я сейчас сделал контрольную спиральку ну видно что он дует ну не ужас 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 это точно сейчас я еще снижусь пониже и делаю прям такой еще проверочку то есть здесь о нас еще и придумает но мы летать уже не хотим и видите как у нас мрачно как у нас страшно как у нас тучи сплошные везде и как у нас холодно реально я уже замерз поэтому одна из один из аргументов приземлиться как можно побыстрее это скорее в теплый дом вон он населенный пункт Лоботи населен вон мой дом и там меня ждет теплый камин ой как же мне этого хочется на посадку выпускаю шасси вот у меня ручка шасси выглядит смотрите не встал на замок вот здесь встал на замок видите вот если делаешь что-то на камеру если делаешь что-то на камеру обязательно правильно не выйдет так все нормально ну что а мы выпускаем мы же выпускаем воздушные тормоза полностью закрыл их переводим на посадку в птицу шестую и то сюда в сдержании на аэродром для того чтобы зайти на посадку я вам вставляю камеру она даже писательная не знаю у меня обычный телефон падает но вдруг в этот раз не упадет и вы увидите вот этот ракуш на посадке я сейчас прокачиваю воздушные тормоза потому что у меня в конце них гидравлический контур то есть если я полностью тормоза выпускаю у меня ручка упирается и выключается колесный тормоз сейчас шасси выпущено я прокачал еще колесный тормоз смотрю на ветер ветер 14 км в час ну у земли ветер будет сильнее это здесь довольно частое явление в такую погоду когда наверху ветра нету а внизу он есть с учетом того что с утра дул юг и вот это как раз ситуация когда кстати на горе Шабар начинаются проблемы со сменой ветра с высокой турбулентностью так проверяю 16 км в час ветерок ну вот классическая ситуация я между тем уже на я пошел в коробочку сейчас доложусь сэр лоботиин диаметр даунбин клянинг саус я постоянно иду на выпущенных интерцепторов буду такой короткий заход делать не очень длинный чтобы быстрее скорее на токунгимы проверяю что никого нету на аэродроме я уже все смотрел естественно еще раз проверяю ветер 21 км в час то есть да учитывая что ветерок все-таки есть хорошо чуть меньше воздушных тормоза что все-таки отойти от полосы расстояние и делать афганский заход афганский нам в данной ситуации совсем не нужен китай запылок на лендинг выполняю разворот как вы видите с интерцепторами прекрасно можно разворачиваться если вам то зафи говорят по-другому можете им верить не использовать разворот но я рекомендую все делать по умному со собственной головой и так далее скорость 120 просто держу в текущей конфигурации разворачиваясь с полностью выпущенным интерцептором сейчас я их убрал чтобы подлететь поближе немножечко а то у меня полоса впереди а я уже здесь на кротовые норы точнее свиньи нас здесь все перекопали я на свинские вот это вот место на свинское не хочу на самом деле земляции оп ну вот видно что 18 метров в час попут дует то есть у нас сейчас касается до троста произошло ну нормально проверяем гидравлический тормоз опять видите телефон сломался ну не сломался а это упал тормоза работают я все проверил теперь буду подъезжать к прицепу аккуратненько сворачиваю с полосы удерживая крылья на планете балансируй как ты на сипеде едешь ничего такого особенного вот так вот балансируешь 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 и доеду ну 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 позор полметра не доехал позор нет там вы полметра чуть чуть не доехал ну всё друзья мы приземлились отличный день мне все очень понравилось чуть и такой прикачанный потому что полет был длинный 5 часов но не так уж много но такой достаточно плотный были интересные места но красивый да очень бесконечно красивый полет я надеюсь вам понравится пишите как вам понравится потому что это вообще обратная связь это лучше стимуляция нас к дальнейшему творчеству до новых встреч друзья будем летать